Эту награду заслужили все сочинцы, говорит Анатолий Пахомов, глава города и кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Награду за успешную подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр вручил президент России Владимир Путин. Работу оценили и жители Сочи. Я хочу сказать, в нашем городе лучше города нет, как в Сочи. Поэтому этот город надо любить, ценить и уважать. А все остальные, которые прикладывают к этому свою голову, чтобы здесь было лучше, пусть они живут долго и помогают городу. Сочи не узнать. Развязки, движения лучше стало. Ну и все жители только приветствуют все эти начинания. Будет поток отдыхающих, соответственно город будет развиваться и будет красиветь день ото дне. Наследие Олимпиады не только дороги и коммуникации. Сто квартир из числа построенных для волонтеров достанется врачам и медсестрам. С одной стороны, это станет наградой для сочинских медиков. С другой привлечет в город квалифицированных специалистов из других городов. Тем более, что в числе составляющих Олимпийского наследия, современное оборудование и новые больницы Сочи. Впрочем, новым в городе стало многое. Как телефон, который пусть будет, ну, видеть, инвалид колясочный. Ирина Иванова помогает тем, кто передвигается по переходу в районе гостиницы «Москва» в колясках. Сейчас в Сочи 44 перехода оборудованы подъемными устройствами. Что важно для бесперебойной работы всего созданного для дальнейшего развития города, важна сознательность самих горожан. Речь о своевременной выплате налогов. Много претензий к владельцам коммерческих предприятий, которые не торопятся оплачивать аренду земли. Теперь задача составить четкий план действий. Нужно правильно подать иски. И все предприниматели, которые не платят налоги, разобрались, почему не платят. Надо изымать землю. Мы им скажем, отдавайте землю. Не отдаете в судебном порядке. Но будем уже это делать настойчиво и изымать. На сегодняшний день бюджет задолжали около 300 только торговых предприятий. Список будет опубликован на днях. Сумма долга за аренду земли – более 80 миллионов рублей. Для сравнения, на эти деньги можно возвести две пристройки к детским садам. Власти Сочи намерены в ближайшее время вернуть эти средства в казну.